Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение сюжетного режима Хартланд в игре State of Diki 2 Jiggernaut. В прошлой серии вместе с Квинти и Еленой мы прибыли в Трамбл-Вэлли на поиски некоего Рея Сантоса. Есть такая поговорка, между первой и второй перерывчик небольшой, так вот в моем случае, друзья, между записью первой и второй серии прошел перерыв в несколько недель, поэтому думать и гадать, вспоминать я не буду, что я делал, буду пытаться по пути освоиться, вспомнить. Я помню, что мы с вами лутали здесь в окрестностях кое-что, нашли парочку машин, заняли нашу первую базу вот с таким вот интересным динозавром. Здесь это некий парк развлечений, как я понимаю, бывший, ну а теперь он оборудован под базу. Здесь обосновался некий Малек, которого мы встретили в прошлой серии, он, собственно, и предоставил нам это укрытие. По заданию нам нужно отправиться в церковь Вознесения и найти Рея Сантоса. Ну что ж, давайте для начала взглянем на базу. Я кое-что здесь делал, честно говоря, не помню, что. Что-то я здесь делал, помню, что я, по-моему, строил сборщика воды. В общем, ладно, давайте будем продолжать. Да, я помню, делал еще улучшение аванпоста, и теперь у меня аж пять ячеек, это очень приятно на самом деле. Надо будет с вами по мере возможности подключать аванпосты. Так, ну что ж, проверяем, что нужно нашему Квинси. Как можете видеть, он у нас поменял свой наряд, как, впрочем, и все мои обитатели. Сейчас вам это покажу. В общем и целом нам ничего не нужно, у нас, в общем-то, все есть. Единственный момент, может быть, нам подчиниться, но мы пока не можем, как я понимаю. Давайте посмотрим на мое сообщество. Недавно игра отметила два года, и в честь этого разработчики ввели костюмы, всякие интересности, красивости. В общем, обзоры патчей можно найти в интернете. Давайте покажу, как у меня сейчас выглядят наши бойцы. Вот такие вот ребята. Малику достался самый интересный наряд, ну, как бывший сотрудник такого парка, развлечений, аттракционов, да, где есть динозавры. Я думаю, что он получил, как нельзя кстати, подходящий ему нарядик. Ну, Елена у нас, как полицейский, обзавелась вот такой тактической униформой, тоже здорово очень. Ну, и Квинси, как наш скрытный боец, обзавелся у нас вот такой вот интересной кофточкой с маской на лице. Кого-то он нам напоминает, правда? Было у нас уже однажды такой товарищ. Ну, что ж, показал? Показал. Можем продолжать. Боевой дух, энтузиазм. Это приятно, это радует. Давайте посмотрим, наверное, еще раз на базе, что мы с вами можем здесь прокачать. Туалет пока нет, нам не нужен. Так, здесь нам чего-то не хватает. В основном материалов практически на все не хватает. Ммм. Ну, хорошо, тогда мы пока не будем с вами заморачиваться по этому поводу. Давайте, наверное, все-таки сейчас скатаемся. Скатаемся в церковь и попробуем поискать группу Рея Сантоса. За кадром вот сюда. Приехал на таком грузовичке, военном интересном. До нем, собственно, мы с вами дальше и поедем. Единственный момент, нам нужно загрузить его, потому что в нем мало бензина. Давайте возьмем одну канистру, но ремонтный набор я брать не буду. По-моему, он нам не пригодится. Техника еще пока не выглядит такой, чтобы требовала ремонта, поэтому, если что, найдем, я думаю, по пути. Не, подожди, ну куда ты залез? Квинси, вылезай. Ты что? Куда ты? Где тут заправить? Вот, где светится. Непривычно, на самом деле, мало я окатался на этой технике. В конце первого прохождения, на первой карте, да, я немножко покатался на таких, но уже в конце. В основном ездил на других. Так, я не знаю, нам брать кого-то или не брать, вопрос. Наверное, нет. Или да, или нет, не знаю. Ну, как дополнительный рюкзачок, конечно, было бы неплохо. Давайте, может быть, Малика возьмем, что ли, я даже не знаю. Если можно, конечно, кого-то вообще в группу взять. Малик, ты не хочешь пойти размяться? Как у тебя там? Ничего не затекло? Суставчики? Все нормально? Погнали. Елена здесь пока оставится, приготовит нам что-нибудь вкусненького, а мы с тобой поедем, попробуем поискать Реа Сантоса. Ну и по пути, конечно же, не побрезгуем аванпостами и все такое прочее. Так, а вот у нас, да, дом у дороги. Нет, это вряд ли может быть аванпостом. Личная цель, смотрите-ка, да, интересно, за материалами, настрой площадку. Но это хорошо, это хорошо, это нам пригодится. Ну, для начала давайте, наверное... А что происходит, простите? А, Малик, а ты что там? Что там делаешь, скажи? Ой, жесть какая. Все, начинается. Я узнаю тебя. Я узнаю тебя с Тейтов Дикие 2. Привет. Поехали. Малик, давай, хватит там разминаться. Хорошо, что я еще немножко посидел на карту, посмотрел. Я уже думал, что он давно в машине сидит. Life is currently acceptable. Честно говоря, большое желание проложить маршрут, как в SnowRunner, да, точками проставить. Ну ладно, мы с вами как-нибудь так проедем, я думаю. И давайте потихонечку вспоминать, что же это за местечко такое. Здесь у нас с вами только чумные зомби. То есть только красные. И все их возможные вариации и модификации. Красные крикуны, красные фералы. Все красные, все страшные, все дикие и опасные. Вот такая вот считалочка детская у нас тут с вами. Хотя события далеко не детские происходят. Сантос не выходит на связь, это плохой знак. Но определенно не очень хороший, я думаю. Так, у нас тут есть контейнеры, но по-моему там полутать нечего. Игра что ли стала тормозить, я не пойму. Вроде не должна. Так, давайте-ка мы, наверное, тормознем у этого парка трейлеров. Я думаю, что здесь должно быть много интересностей всяких разных. А нам не повредили бы сейчас какие-нибудь ресурсы. Так, вы знаете, буквально одну секунду, я сейчас загляну в настройки, и мы с вами продолжим. Ну, вроде с настройками все в порядке, непонятно. Вот подъезжая к этому городишке, ощутил прям реальное подтормаживание, потерю FPS. Так, Квинси, давай наращивай обороты. А у Малика шумное, да, что-то, по-моему. Вот сейчас я реально хочу, чтобы они не стреляли. Однажды, я помню, пытался добиться от них этого, чтобы они наоборот стреляли. Вот сейчас реально не стоит Малику, наверное, палить. Кстати, неплохой вот этот вот трейлерный парк, да, получается. Кучу всего, мне кажется, можно налутать. Я думаю, что мы с вами брезговать не будем, потому что этот режим, как я понимаю, он сложнее, чем тот, который мы проходили с вами до этого. Мы с вами просто играли сюжетную карту на обычном легком уровне сложности. Но здесь, мне кажется, уже гораздо будет посложнее. Само то, что здесь только лишь чумные зомби, уже говорит о многом на самом деле. Уже придется здесь, наверное, нам иногда страдать. Мафон. Ну, мафон как-то так себе, да, не очень нужен. Хотя, может быть, и будет нужен. Может быть, есть смысл осваивать какие-то новые тактики, например, с тем же магнитофоном. Подманивать зомби. И что-то с ними делать. Например, танцевать можно. Здесь могут быть продукты. Да, но здесь только лишь какой-то барахлишко и пакет снэков. Ну, снэки тоже неплохо, знаете ли. Иногда могут и жизнь, как говорится, спасти. Так, что у нас здесь? А здесь у нас, собственно, ничего особенного. Малик, слезай. Ты в чём полез? Тебе велено было сидеть внизу на шукере. А ты куда-то попёрся там. Слушайте, ну вот эта способность, конечно, незаменимая вообще. Вот это хождение быстро в приседе. Шикарная способность. И быстрое убийство тоже очень здоровское. Я думаю, мы сейчас с вами вот этот трейлерный парк облутаем. И поедем дальше. Спешить я на самом деле не хочу. Мне нравится эта вселенная. Нравится проводить в ней время. Надеюсь, что вам тоже нравится. Судя по комментариям, многие бы хотели, чтобы я... Малик, нормально всё? У тебя нет? Многие хотели бы, чтобы я вернулся сюда, в этот мир. Поиграл ещё здесь. Кто-то хочет меня загнать на кошмар. Кто-то в Трамбл Вэлли. В общем, друзья, побудем. Я думаю, что везде, скорее всего, со временем. Но по поводу кошмара, я не знаю. Может быть, я не буду, как говорится, с места в карьер прыгать. Может быть, я попробую для начала поиграть. А, вот если мы переключимся, кстати, будет плохо. Да, почему? Потому что нам не очень нужно переключаться. Иначе мы с вами можем потерять сюжетное задание. Ну, по крайней мере, так было раньше. Ладно, здесь болтик один. Ничего страшного. Ну, в смысле, там четыре, по-моему. Я думаю, что, наверное, я для начала попробовал бы на среднем уровне сыграть карту. Я, на самом деле, разобрался, как там создаётся новое сообщество. В общем, там ничего сложного. Так, вы знаете, бумбокс бумбоксом. А выкину-ка я его к чёртовой матери. Потому что болтики нужны. А вот эта вот шляпа вряд ли. Если что, мы найдём. Я думаю, где-нибудь в каком-нибудь домике бумбокс. Ничего страшного. И уже очень скоро, кстати говоря, наш Квинси подустанет и захочет поспать. И это будет, конечно, не очень хорошо. Потому что так-то у нас небольшой выбор персонажей. А уж крутых персонажей и подавно очень мало. Патрончики, патрончики нужны. Патрончики важны. А что мы с вами можем выбросить? Но придётся идти до машины и возвращаться за патронами. Плюс ещё у нас с вами есть здесь кое-что. Кое-что осталось. Можно было бы тачку загнать. Ну ладно, Квинси, в принципе, довольно быстро двигается в приседе. Поэтому можем себе позволить просто сбегать, выгрузиться и дальше вернуться. Да, наверное, вот так вот сделаем, я думаю. Вы знаете, вот за что я действительно по-настоящему благодарен разработчикам. За то, что они сделали спутников. Вот такими вот резкими ребятами, когда к ним подходишь, ты хочешь пройти, он начинает отпрыгивать куда-то, кувыркаться там, убегать с какой-то немыслимой быстрой скоростью. В общем, делает всё то, чтобы тебя никоим образом не задержать. Не подпереть. Чтобы ты... А, стоп, коробочка же есть, да? Что-то я смотрю, думаю... Вижу, не мигает, думаю, дай-ка пойду дальше. Но обернусь. Посмотреть, не обернулась ли она. А она обернулась, и всё отлично. Вот смотрите, подходишь к спутнику, да, он тут же мгновенно куда-то прыг, скок, улетел. Вот это вообще фича обалденная. На самом деле, если бы разработчики в этом моменте, ну, прогадали бы, так скажем, то сгорела бы не одна попа, я думаю, у играющих в эту игру, да, когда бы их подпирали, собственно, союзники где-нибудь в узком домике, там, с кучей зомби, например. Я думаю, подгорела бы немало. Так, смотрите-ка, киянка, набор «День рождения». О, киянка? Иди ты. Сокрушение, максимальная прочность, ударная... Чё-то какая-то лютая штука. Какая-то реально лютая штука. А у нас перегруз, да? Серьезный перегруз. Угу. Ну, ладно, в принципе-то. В принципе-то ладно. Патрончики, хорошо. В общем-то, всё. Я думаю, что нам опять нужно до машины опять выгружать всё, что может там вместе состакаться в кучку. И поедем дальше. Океаночку я бы попробовал. Океаночку бы я бы попробовал. Во-ху-ху-ху-ху. Прикольная штука. Прикольная. Так, смотрим. Это можем? Можем. Болтики. Чё-то как-то вот понабрали всего по чуть-чуть, да? И не знаю, что в итоге. Давайте пакетик вот так вот сделаем. Всё равно нам тяжеловато. Тяжеловато приходится с кияночкой с такой ходить. Ну, больше особо ничего и не выложишь. Багажничек под завязку. А ну-ка заценим. Мне просто интересно, чёрт возьми. Давайте сразимся с кем-нибудь. Кто тут есть поблизости? Вот товарищ, например. Кстати, смотрите, да? Здесь, по идее, должны быть только чумные. А, она чумная. Всё правильно. Привет, дорогуша. Бум. Ха-ха-ха. На, получай. Слушайте, ну кайф. Раз удар, два удар. Зомби отъехал. Не, ну это здорово. Кияночка, я думаю, задержится, наверное. Ну, у Квинси или у кого-нибудь ещё, не знаю. Но у кого-то точно задержится. А ну ещё разок. Так, кстати, а здесь-то можно было бы и залезть, да? Ну, давайте, ладно. Посмотрим, у нас вроде там одна ячейка есть, да? Вот, 21 болтик. Шутка ли? Где такой найдёшь? А там пузырь ходит. Смотрите, красный пузырёк. Бум. Бум. Хо-хо-хо. Шикос. Просто шикос. Давненько это словечко не употреблял. Ох ты, жесть. Прикольно, слушайте. Прям вообще класс. Вы знаете, реально очень долго не записывал. Первую серию прям в охоточку записал практически сразу, как закончил прохождение. Предыдущее, да? А вот до этой серии добрался, точнее до второй серии, до записи второй серии добрался. Ну, в лучшем случае там, по-моему, недели три прошло, а то и больше. Слушай, как на самом деле я всё-таки вот по всему вот этому скучал. Ну, подожди. Да-да-я. Да-я. Можно я? О-о-о-о-о-о. Слышите, я, мне кажется, не устану это делать. Серьёзно. Я не устану. Мне не надоест. Я даже согласен ходить с тяжёлой ножей, хотя это на самом деле не очень правильно. Так, вот ещё патрончиков немножко. Ну, что ж. Я думаю, что всё. Я думаю, что всё. Можем с вами отправляться. Вот, например, кофейню можно взять. Да, и повысить боевой дух. Но, вы знаете, как-то да. Как-то да. Хм. Так мы с вами недалеко от вот этого местечка. Я думаю, что наведаемся. Кувалда, конечно, мега эпичная штука. Просто класс. Вот, кстати, она тоже добавлена в этом патче. Ой, жесть, там крикунов в вагон. Там вагон крикунов. Да я понимаю, что скример я сделать ничего не могу. Ах ты ж, тварь, проклятая, вонючая. Нет, вонючая вот эта. Заткни свой рот. Поганый. Так, ну что, у нас проблемы, да, да. Сбежалась тут вся округа на вечеринку. Пошёл вон. Туда же отправляйся. На, получай. Слушай, он двоих прям реально может кувалдой раскидать. Красавелла. Красавелла, брателла, как говорится. Давай, долби. Вколачивай бошки. Не, ну красавчик, слушайте, прям вообще сытно. Раздал, раскидал. А, место небезопасно по-прежнему, да? Ну, пакетики надо собрать. Как ни крути. Малик, подвинься. Вроде вот умный парень, да? Вроде я тебя захвалил. Поиск, да? А что там? А, что-то можно поискать. Прекрасно. Может быть, мешочек найдём, кстати говоря. Было бы, было бы кстати. Да, 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 да. Он нам нужен очень-очень. Давайте осмотрим все области и, может быть, захватим себе на время этот аванпост. Возможно. Но вот у нас нет места, к сожалению. Что он нам даст? Он нам даст материалы, да? Один материал в день. Занятие ванпост. Да, нам надо брать, потому что материалы нам действительно нужны. Очень нужны. Давайте брать. Так, Малик, возьми-ка ты мешочек. Ещё мешочек. Не, ну это круто. Это реально круто. И ремонтный наборчик есть. Так, а вот это тоже надо брать. Это тоже полезная тема. Давайте вот это выбросим. Лучше микросхемы взять, мне кажется. А почему это не происходит больше часто? Ммм, слушайте, а мешков-то набрали неплохо. Тогда сейчас будем мудрить, потому что нам по-любому нужно все эти мешки забирать с собой. Как ни крути. Значит, давайте мудрить начнём. Что мы можем выложить себе? Ну, в принципе, мы можем выбросить снэки, да? Допустим. Да. Давайте так и сделаем. Сбавимся от снэков и сюда сбросим. Точнее, себе что-нибудь возьмём. Не знаю, что давайте семена. Сюда мешок и себе на спину тоже мешок. Пока вот так вот сделаем. Но так как это наш ванпост, я думаю, мы без труда сюда вернёмся, если что, и заберём всё остальное. Хотя, всё вроде поместилось, да? Плюс-минус. Рядом домик. Ну, ладно, пока нет. Смотрим дальше, куда нам нужно. Мы, в общем-то, недалеко. Реально левой, точнее, правой кнопкой нажимаю прям. Хочу реально поставить точку маршрутную. Жесть. 200 метров. Вопрос, ехать или не ехать? Ладно, поехали. Чёртово знает, что там будет. Хотя бы быстро сможем сбежать, если вдруг чего. Слушайте, ну, с первых прям серий, да, прохождения, начать сразу гонять на вот такой бомбезной точиле, ну, это же просто кайф. Так, ну что, ребяточки, как там у вас дела? Бум. Жесть, что творится? Что творится? Давай-давай, Квинси! Квинси, бейся! Ну-ка, бежать, бежать, Квинси! Жесть! Что делается? Подожди, подожди, давай, давай! Мочи бошки! Обчи всех! Что творится? Так, я не читаю диалоги, к сожалению, я не успеваю за всем этим следить. Ну, ладно, ладно. У меня есть вы, я на вас всецело полагаюсь. Вы мне всегда поможете, если вдруг чего. Всегда напомните, что к чему. Так, я, помнится, кнопочку-то менял, да? Да, надо бы и сейчас поменять. Так, ну что ж, переназначил, вроде с горем пополам, там не все получилось, ну ладно. Так, а здесь, собственно, никого-то и нету, да? Найдите в церкви вознесение следы Рея Сантоса. Ну, окей, попробуем поискать. Ну и про коробочки тоже не забудем, обязательно будем лутать. Записочка есть, да? Нужна помощь, сообщаем наши координаты. У нас есть свободное место, можем поделиться припасами. Не забывайте, вместе мы сила. Аккуратно напечатанная записка. А, вопрос, нам нужно ее забирать? Вероятно, да. Скромное количество. Читай, огромное, думаю, ничего себе. Давайте возьмем. Отправляйтесь к координатам из записки, которую вы нашли в церкви вознесения. Хорошо. Но мы уже до конца, наверное, здесь все добьем. Последний ящик, по-моему, у нас остается. И, наверное, мы все-таки вернемся на базу. Нам реально нужно сгрузиться, потому что залутались основательно и очень здорово. Я считаю, что нужно обязательно сохранить наш, так скажем, прогресс. Интересно, а кому больше подошел бы такой молот вот из всех троих? Надо как будет потом присмотреться к их характеристикам. Может быть, кому-то этот молоточек передать. Потому что к Винси явно он не очень подходит. Тяжеловат ему, бедному, с такой колотушкой гонять. Так, а здесь, смотрите-ка, чумное сердце. У нас есть вот это новости. Так, нет, нет, нет. Давайте-ка мы, наверное, съедем где попроще. Педаль газа. Как скажешь. Как скажешь, друг мой. Жесть. Иди ты. Нет, нет, я не мог, я не мог застрять. Управляется классно, конечно. То ли после Сноураннера, мне кажется, что здорово управляется. То ли действительно этот грузовичок классно управляется. Так, потом посмотрим с вами, где координаты, но нам бы желательно немножко и базой заняться. Честно говоря, я не знаю, как долго здесь проходится этот Хартланд. Сюжетный режим. Надеюсь, что, конечно, там, ну, не два, не три часа, да, чтобы нам хотя бы подольше немножечко здесь покататься. Посмотреть эту карту, получше повоевать с зомби, поразвивать базу свою. Хотя у нас база уже на старте, там, не кисло развита. И это на самом деле радует. С одной стороны, но с другой стороны, как бы, хочется иногда и с низов, так скажем, пройти весь путь. Эх, я бы не сбивал, конечно, всех подряд. Ну, ладно. Ферал, тварь, вонючая. Пошел вон. Жесть, что у него с башкой не так? Я попал вроде один раз, да? Причем у него сбилась там, видимо, какая-то, ну, не защита, наверное, череп отвалился. В смысле, стой. Ты чего? Ты кого? А, слушай, Елена, ты вообще молодец, конечно, отрабатываешь там на все сто. Ну что, отдаем, наверное, все вот это на базу. Так, подождите, а стоп. А у нас... А, просьба все. Просьбу Елены выполнили. Хорошо. Давайте пока все сбросим. Потом посмотрим, может быть, что-то подхватим обратно. Нужно очень аккуратно сбрасывать ресурсы, потому что можем сейчас упереться, так скажем, в потолок. По ресурсам. Дай мешок, друг. Так, окей, все. И мы с вами можем что-нибудь построить, наверное. Давайте посмотрим, что у нас стало доступно. Соорудить генератор. Надо ли нам такое, я не знаю. Перегонный куб. Стрельбище. Тренировка меткости плюс 20 энергии. Кроме того, ускоряет рост меткости. Ну, вы знаете, плюс 20 энергии, это приятно и заманчиво, черт возьми. Но нам нужно что-то типа мастерской, потому что у нас, по-моему, такого нету. Пойдемте попробуем починить какое-нибудь наше оружие и узнаем, есть ли у нас... А, мастерская у нас есть. Так, хорошо. Я, честно, на самом деле не помню, ребят, потому что очень давно записывал. Что-то у нас, по-моему, да, вот она, наша мастерская. Угу, хорошо. Что это нам дает? Улучшение. Позволять делать оружие... Так, стоп, не то. Здесь можно сделать детали. Производство арбалетов. Ммм, понятно, производство арбалетов. Ну, не знаю, пока нет, пока, наверное, нет. Отремонтировать или разобрать? Давайте сразу вот это запускаем, потому что это нам даст немножко деталей. Смотрим дальше. В большом слоте, что можем построить? Комнату отдыха. Разным способом поднимай боевой дух при наличии доступной рабочей силы. Построить участок складирования. Тут нужно четыре человека, вышка снайпера. Так, вы знаете, наверное, мы с вами построим, может быть, что-то типа генератора. У нас потому что ничего такого нету, да? И, наверное, нам бы такая штука пригодилась. А, то есть нам нужно три человека, одного я отправил на работу. Хорошо, тогда работа закончится, и мы тогда с вами построим. Смотрим, где у нас координаты. Угу. Так, хорошо. Что есть поблизости? Ну, по-хорошему, нам бы нужна вышка, да, какая-то, скорее всего. А вот смотрите-ка, сбор медикаментов. Медицинская палатка армейская. Ничего себе она там поливает. По-кому-то там так раздаешь, можно посмотреть. На базу зашли, серьезно? А, там джиггернаут прет. Ничего себе, петрушка. Посмотрите, она в голову ему нашвыривает. Вообще, раз за разом. Жесть. Слушайте, может быть, она его доконает, а мы его добьем? Как-нибудь. Какая-то фантастическая меткость у нее, я не знаю, с чего вдруг она так раздает. Обалдеть. Давай-давай, Елена, давай, все, я бегу на помощь. Нет, не бегу пока еще. Хорошо, мы сейчас подманим, мы подманим, мы кто-нибудь раздаст. Ну что, толстяк, идешь сюда, давай, сразись со мной. Я тебя не боюсь. Иди сюда. Елена, Елена, я рассчитываю на тебя. Я на тебя рассчитываю. Давай, стреляй. Так, а Елена что-то передумала, походу, да? А что она слезла-то? Ты что слезла-то? Долби его. Давай кувалдами. Красиво же как получилось-то, а? Здорово. 50 влияния, смотрите-ка. Это хорошо. Так, чем займемся? Чем займемся? Можно, конечно, в церквушку занять, а можно рядом сходить в эти пару палаточек. Давайте, наверное, так и сделаем. Конечно, нам бы хорошо на машине все это делать, но да ладно. У нас есть чудо-кувалда. Здорово. Обожаю этот навык. Просто супер-крутой. На ножиком тык и все. Быстро, без обнимашек. Красиво. Я понял, понял. Хорошо. Как-то вот нам надо грамотно поделить прохождение сюжета и развитие, там, лут и так далее. То есть хочется и по сюжету пойти, да, а в то же время не хочется слишком сильно спешить, чтобы слишком быстро не закончилось это все. А мы с вами же ведь не хотим, чтобы это все быстро закончилось, правильно? Правильно. Петарда. Петарда это хорошо. Петарда это здорово. Так, ну здесь мы с вами, смотрите. А, вот мы можем транспорт забрать себе. Пойдем-ка мы заберем, наверное. И, может быть, даже куда-нибудь прокатимся. Что-то мне показалось ли, что-то упало. А ну кувалдой. Не подскажете, как пройти в библиотеку? Жесть, с третьего раза так отобил. Ну, кайфовая кувалда. Честно, очень круто выглядит. Смотрим, что у нас здесь. Кто это все дело охраняет. А здесь еще один лагерь, хорошо. Полутаем немножко. Ммм, тут даже можно патроны найти, здорово. Воу. Вот это кайф. Вот это то, что нужно, черт возьми. А, еще ящик какой гигантский. А ну-ка заценим. Эй, это неплохо. Эй, это неплохо. И прикольный джип. Марафон полностью прокачан. Максимальный уровень. Так, ну тогда давайте скидывать вот это все дело. Патроны. А, патроны-ка смотрите, да. Но у нас не такой же. А патроны в кучу вообще просто лутанули. Просто кучу. Стоп, а у нас какие? У нас вот такие. Значит, это не наши. Ну что, отвезем, наверное, тачку на базу. Может быть, заправим. Может быть, на ней прокатимся куда-нибудь. Я бы вернулся, на самом деле, в город, там, где чумное сердце. Может быть, не именно для того, чтобы сердце растрепать, но хотя бы там немножко осмотреться. Это было бы. Так, наверное, канистру зря скинул. Ну да ладно, возьмем сейчас по-быстренькому ее обратно. Слушайте, ну первый джигернаут кровавый-то приятно, черт возьми. Очень приятно. Нет, заправляться, наверное, не будем. Поедем прямо так. По пути, если что, зальемся там где-нибудь. Ну вот, смотрите, да. Склад контейнеров и точка. Вот точку бы нам желательно посетить. Да, управление, конечно, в этой игре после сноураннера кажется просто каким-то элементарным. Ты просто едешь, просто нажимаешь на кнопочку, машина очень устойчивая, ее не колбасит, не трясет. Едет вообще спокойно. У тебя не появляется мысль о том, что ты сейчас куда-то улетишь с дороги, потому что какой-нибудь бешеный козел распрыгается. Кто понял, о чем я, ставит лайк. Короче, нам нужно вот сюда. Но предварительно нам сейчас, наверное, нужно будет разбираться с братвой местной. Да подожди ты, Малик, ну какие разговоры, сдурел, что ли? Ах ты ж гад какой, везучий. Чертов гаденыш. Пакетики выпали, пакетики не выпали. А, вон там вонючка ходит, вонючку надо забирать. Хотя даже не знаю, как его сейчас называть. Посмотрите, какой он стрёмный. Вот он до этого был, ну, так скажем, немножко смешной, что ли. Сейчас мега стрёмная какая-то мразь, вообще нереальная. Светящиеся брюхо вот это, мигающее. Что-то как-то очень, очень стрёмно смотрится. Так, ну что, давайте осматривать округу. Окей, ничего больше, чтобы увидеть здесь. А, все места осмотрены, отлично, быстро. Быстро как-то мы с вами справились. Вот на самом деле, немножко, немножечко, вот прям мысли путаются. Вот что делать сейчас, да, например? Если бы база у нас не была вообще никак отстроена, я бы хотя бы понимал, что нужно делать. Место под контролем. А что толку? Тут вообще ничего нету получается. Ну да, он только сушеный человек. И все. Ну тогда поедем, наверное, вот этот амбар обследуем. Мне кажется, там должно быть немножко полезностей. А может быть даже и много. Но, возможно, там и проблемы будут. Жесть, я пузырьки скинул случайно. Смотрю, думаю, что у меня петарда стоит внизу. Жесткач. Ну как-то надо сейчас аккуратно тогда. Что-то я там на радостях весь лут сбросил. А не стоило этого делать. Малик, иду на помощь. Ну, я с тобой был в любом случае. Место под контролем, отлично. Ну давайте тогда полутаем немного. Так, что-то еще было. Кстати, что дает аванпост нам? Скорее всего, спальное место. Безопасить зону вокруг. Ну, как бы такое. Вообще ничего не дает, короче, как я понял. Снеки. Да нет, все равно же ведь потом буду выбрасывать. Зачем их брать? Ох, жесть. А это еще что за дрянь? Чемное сердце, что ли, здесь было? Какое-то бывшее, да? Или что это такое? Что-то мега стрёмно смотрится на самом деле. Слушайте, а можно на вот этом рвануть? Я просто уже представляю, как я наматываю кишки на эти колеса. Все-все нормально, нормально сейчас. Подожди. Сделаем вот так и отдохнем немного. Так, а вот и слышу аккуратно. Вот они глазки. Так, вижу еще одного. Где-то шипит, мне кажется, вроде бы кто-то, да? Такое ощущение складывается, что он где-то здесь. Да нет, вроде никого. Ммм, коктейль Молотова. Прекрасно, прекрасно, сердечко. Скоро мы с тобой увидимся. Я вот только поднаберу побольше всего этого дела. Так, а здесь все уже получается. Выход. Получается, на эту гигантскую конструкцию, да, вот на этот амбар огромный, всего два ящика. Ну, как-то не густо. Неплохо, неплохо. И глушитель. А глушитель, кстати, на что? Импровизированный. Ну, кстати, еще один. Это тоже неплохо, на самом деле. Пускай будет. Пригодится. У нас там есть пистолеты без глушителей. Пригодится, я думаю. Так, здесь дверь не открывается. Хорошо, тогда выходим. Жаль, что, наверное, кувалду придется менять, к сожалению. Можно занять. Можно занять. Что дает? Постоянно безопасная зона. Ну, как бы... А, это домик. А амбар вообще ничего не дает. Понятно. Амбар чисто для лута. Так, окей. Мы с вами где? В общем-то, мы с вами не так уж и далеко. 360 метров. Я думаю, можем сгонять туда и посмотреть, что же в итоге там такое. Пойдем по следам Реа Сантоса. Так, я даже не знаю, что еще. Пакетики выложу, глушитель выложу. Вот так вот. Ферал, по-моему, орет. Какой-то был прям лютый рык просто нереальный. Аж мурашки пробежали, жесть. Похоже на Джиггернаута, но, скорее всего, нет. Джиггернаут как-то более басовито верещит. Так, а это... А, это база получается. Смотрите-ка, да, интересно. Это база, и там, возможно, кто-то есть. Да, там есть выжившие. Жесть, а ну быстрее, быстрее к ним. Я немножко, правда, так запарковался, как по-странному. Ну да черт с ним. Ох, они неплохо здесь устроились. Посмотрите, как живут здорово. Ой, жесть, камера. Какой жесть, нет. Джиггернаут? Да ладно. Друг, уходим, уходим. Нас сейчас здесь замнут. Я уверен, просто замнут. А джиггернауту нам нечего противопоставить. Пистолетик вряд ли его остановит. Да, он уже здесь. Ребятушки, выходи, помогай. Выходи, говорю. Видели, кто пришел? Да какой, какой Малик, подожди. Пойдем джиггернауту бить. Ой, жесть, я зацепился за текстурку. Слушайте, это плохо. А, тут все зацепились за текстурку, да? Короче, не один такой. Джиггернаут тоже, по-моему. Такой же парень. А что мы не можем? Ой, жесть. Ну, залезай хоть в дом, что ли, они... Ой, как бредово это все выглядит. Ладно, пойдем, пойдем через дом. Где-нибудь выйдем здесь. Получай по вкусу кувалдой. Не слабо, не слабо, не слабо. Бежать, бежать, бежать. Че-то рутая тварь какая-то нереально просто. Да, вы знаете, я уже чувствую, что здесь будет весело, на самом деле. Если такие джиггернауты, он практически заразил меня чумой. Гаденыш. Ладно, пойдем с кем-нибудь поговорим. Поговорим с Рей. Хорошо. А, кстати, Рей Сантос, да? Почему-то написано по-английски, поэтому я как-то не сразу сообразил. Ну что, здравствуй, друг. Привет, я Реймунда Сантос. Добро пожаловать в Трамбл Велли. Лили Риттер послала меня найти вас. Когда вы перестали отвечать, она забеспокоилась. Да, я знаю, Лили. Очень добрая девочка. Мы уже давно сидим без радиосвязи. Вся наша система накрылась, починить не получается. После починки связь ненадолго восстанавливается, потом опять пропадает. У нас осталось мало деталей. Нужны детали? Могу помочь. Мы будем очень признательны. Так, смотрите, соберите детали в гараже с пятнами крови. Доставьте 25 деталей Рейу Сантосу на ферму Сантоса. Отлично. Нас с вами наметилась продолженница. Рей, ты не будешь против, ладно? Я там взгляну одним глазком. Чем, как говорится, богатый. Детальки. Ой, будут пузыречки, если это шикарно, на самом деле. Пузыречек мы возьмем. Детальки, рюкзачок. Кстати, сверхлегкий рюкзачок, который даст нам шесть ячеек, да? Но при этом... Вот эта полосочка у нас уменьшится. Может быть, даже станет зеленой. Эх, не знаю, не знаю. Наверное, пока нет. Вроде мы так справляемся. Не-не-не, подожди, подожди. Дай-ка я полутаюсь тут у вас, ребята. Немножко. Вы, как говорится, не против, а мне приятно. Это зомби, кстати? Или у них просто здесь лежит тело? В комнатке отдыхает. Да, скорее всего, мы все тут полутали, наверное, да? Здесь все. Похоже на то. Пойдем еще немножко полутаем. Так, хорошо, материальчики. О, кстати, база, вспомнил. Вспомнил, что на базе я хотел построить что? Генератор, да? Наверное. Честно говоря, даже не знаю, что построить. Давайте построим генератор, там будет видно. Нужно нам это, не нужно. Потом решим. Угу, есть еще одна коробочка. Ну, в смысле, сумочка. Так, Малик, бери-ка ты мешок. И стой-ка ты рядышком дружок, как говорится. Так, а вот это... Вот это неплохо. Вот это неплохо. Это надо все загребать. Прям вообще все. 23 детальки у нас есть. Вот это нам все пригодилось бы. Только вопрос, куда это ложить. Вообще нет мысли. Тогда, наверное, мы с вами выбрасываем петарду. Ммм... Не знаю, семена. Что побольше? 45. Лом. 40. Дубинка из карданного вала. Так, я вот, честно, даже не знаю, что лучше. Интересно, если мы переключимся на него. Да, в поисках Сантеса. Ну, как бы... Как бы ладно. Тогда пока так. А, по-моему, у меня в тачке есть немножко запчастей. Сейчас мы сгоняем, посмотрим. Немножко потерялся я, где я нахожусь. Так, по-моему, я парковался где. Вот она машина, только как к ней пройти. Есть здесь где-то черный ход, так скажем. Да, вот здесь можно выйти. Хорошо. Не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп, брат, стоп. Отойди. Отойди, говорю. Сделай вот так и сделай вот так. Красавчик. Кстати, одно из преимуществ. Вот этой скрытности можно открывать запертые двери из положения приседа. Так, а ну-ка загляну в багажничек, что у меня здесь. А, вот, кстати. Детальки взяли. Угу, хорошо. Тогда мы с вами можем как минимум убрать сюда лом и немножечко себе облегчить нашу ношу. А вот здесь есть еще амбар. Ой, глаза разбегаются на самом деле. Все, хочу. Хочу амбары. Хочу лутаться. Прям я вспомнил, как я все это дело с удовольствием делал. Ах, твари, заметили, да? Нет, нет, пока еще нет. Ужигадина такая. На, сдохни, получай. Помещается? Да. Ячейка еще пока свободна одна, хорошо. Ммм, набор закутайся. Летная куртка, охотник. Берем, спасибо. Спасибо. Люблю всякие красивости. Жесть. Отдыхаешь? Это как в этом ролике. Батти, нормально? Нормально. Ну, теперь это уж вообще хорошо. Теперь это уж очень. Так, где-то еще коробочка у нас, да, получается. Ну-ка, давайте найдем. Все-таки интересно. Нет, не здесь точно. Сейчас мы отдадим Рэю детальки, и, наверное, нам бы с вами вернуться да разгрузиться. Это было бы в тему. Нашей-то непростой ситуации. Я понимаю, понимаю. Отдохни. Отдохни, братан. Такую основную работу здесь делаешь вообще, красавчик. А, вот это брать надо, жесть. Патроны по... Ммм, ты же обидно. Охотничья М-70. Пачка семян. Да, как-то жестко. Как-то все жестко, на самом деле. Не знаю, что... Скорее всего, топливо. Вот как бы странно ни звучало, скорее всего, топливо, потому что... У нас попросту топлива очень много. И будет, я думаю, не меньше в будущем. Да нет, не надо. Вот это надо сделать. Все. Красавелла. Погнали. А, вот смотрите, амбар Сантоса. Это сбор еды, кстати, надо бы запомнить. У нас просто сейчас нет вообще влияния, видимо, да? Ну-ка, заценим, сколько у нас. 230. А нам нужно будет, наверное, как минимум 250, а то и 300. Кстати, а чем богаты, ребятушки? Что у вас тут есть? Прялка и инсен... Чего? Инсенератор. Гордость любого курица любителя достигает температуры свыше. Ну, понятно. Ручной сверлинистонок. Конечно же, какая прялка? Это я так, шучу. Не, продавать мы тебе ничего не будем. Покупать у тебя, скорее всего, тоже ничего не будем. А что у нас, кстати, на базе с ресурсами? Ну, в принципе, живем. В принципе, живем. Все нормально. Так, вы найдете части, которые мы нужны, чтобы решить... Спасибо большое. Это должно получиться на радио. Огромное тебе спасибо. Теперь на какое-то время нам удастся восстановить связь. Я не хочу отпускать тебя с пустыми руками. Поговори с Кишей, пусть посмотрит, чем мы можем поделиться. Да я тут уже поделился. Как бы сам. Но я с Кишей тоже поговорю. С Кишей поговорить, да? Жесть в том, что нам с вами пакетик лекарственных трав. Ну, давай. Нам с вами некуда его брать. Пакетик... А, то есть даже так. Это не пакетик лекарственных трав, ребята. Называется мешок медикаментов. Пакетик лекарственных трав. Что за название такое, я не пойму. Сейчас ради вашего пакетика тут надо такую рокировку провести. Ладно, сейчас что-нибудь выбросим, что-нибудь. А, вот на самом деле. Все же логично, черт возьми. Все время лежал... Все время лежал пакетик, который можно было состакать с другим. Хорошо. Ну что, забираем сейчас медикаменты. И, наверное, давайте катиться на базу. Что у нас там с заданием? Ну, пока ничего. Мы значительно улучшили базу. А, генератор построился. Здорово. Так, где? Где? Вот он. Ну что ж, спасибо вам, ребятушки. Как говорится, не поминайте лихом. Рэй, может еще чего? Конечно. Узнать больше о выжившем. Выносливость, опытность, самореклама. Прекрасно. Прекрасно. Нам бы какой-нибудь врача... Врача, врача, позовите врача. Нам бы кого-нибудь такого. Да, видимо, квест подъедет не скоро, как я понимаю, да? А мы рванем как-нибудь? Или лучше этого не делать? Или лучше все-таки через дорогу выехать? Наверное, да. Мне кажется, что лучше вот сюда, а дальше вверх по дороге проехать. Нельзя к зедам, иначе хана. Кстати, по поводу зедов. А мы можем в палаточке сделать что-нибудь? Представить кровавую чуму? Нет. Изготовить предметы. Так, сделать вакцину. За один крестик, да? Крестиков 13. А здесь сколько? Партия вакцины. А партия это сколько? Четыре ампулы. А ну-ка, давайте прикинем. Три на четыре двенадцать, да? Ну, а в чем выгода? Делаем пузырек. Нам сейчас лечиться надо будет просто. Ах ты жесть, стопе. Стопе, стопе. У нас проблемы. Даже не зомби. Я кое о чем вспомнил. Ох ты ж тварина такая, а. Получай. На по башке. Я кое-что вспомнил. Знаете что? Что нам нужно идти за топливом. Да, погнали. Короче, вот так вот мысли рождаются в голове. Постепенно. Сел в машину, понял, что не доеду. Понял, что нужно заправляться. Вспомнил, что в амбаре лежит выброшенная канистра. Решил заглянуть в багажничек. А вдруг можно что-то с чем-то состыковать. В общем-то, все у нас, смотрите, как получилось интересно, да? Пасьянс сложился. Так, ну, тогда мы с вами. Вылазка за снабжением. Сделаем обязательно. Но для начала нам бы нужно вернуться домой. Так, а мы проедем здесь, интересно? Ну, теоретически должны. Посторонись. Чего? Кто? Кого? Я только услышал, потому что-то fucking, 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 fucking. Больше ничего. Да, это Ферал. Их два здесь, да вы, черт возьми, издеваетесь. Мне ездить здесь все время придется. Медверь отрывает, как здрасте. А куда я? А куда я приехал? А куда мне надо? А мне надо вот сюда. А Ферал бежит, а Ферал... О, 6, 6, 6, 6, 6. Не знаю, что я делаю. Не знаю, что я делаю. Нам нужно на дорогу. Слушайте, какая тварь вот этот Ферал красный. Это просто дичь. Какая-то дичь нереальная. Причем он бежит за тачкой, ему просто плевать. Он гонит на такой же скорости практически. Так, Джиггернаут красненький, да? Чумной, ладно, давайте говорить правильно. Красненький, зелененький, тоже мне. Серьезнее, будь шпилки запарил. Навистар, ты ли это, друг мой? Так, что там, навыки Квинси и оружейный дел открывают улучшенный оружейный склад. Урожейный склад позволяет делать крутейшее холодное огнестрельное оружие. По мере приема новых персонажей в группу будут открываться другие объекты и улучшение оружейного дела. Заценим, чёрт возьми. Заценим. Так, нам главное не выложить наши патрончики, наши вот эти. А, вы знаете, наверное, нам нужно вооружить нашу... Нашу Елену. Что-то нам с какой-то револьвера раздаёт. Это, конечно, хорошо. Но надо бы ей дать... Коль всё равно шумное оружие, давайте ей дадим что-то поинтереснее. Для начала нам нужно, конечно, на неё переключиться. И я думаю, что вот это будет на серию, наверное. Последние наши дела. Давайте переключимся. И пойдём чем-нибудь затарим нашу красавицу. Потому что как-то с револьвером, мне кажется, не камильфо. Тем более с сигнальным огнём. Давай посмотрим, что мы тебе можем дать. Давай с холодного оружия для начала. Ну, конечно же, наверное, вот эту штуку. Бери. Дальше, что ещё тут есть? Кстати, ударная сила, да? Труба, труба. Дело труба. Смотрим из оружия. Охотничья М-70. Стрелковая. А вот это что такое? Эх, жалко, не пишется. Это оружие было предназначено, разработано оружейником сети. А, то есть так даже, да? И у нас гранатомёт есть. Я, кстати, потихонечку вспоминаю, что у нас есть. Давайте, ладно, берём вот эту и сравним. Ммм, темп стрельбы всё-таки здесь немножко выше. Тогда берём это оружие. На него, наверное, давайте установим глушитель. Десять патронов там есть, но мы с вами всё равно Елене что-нибудь закинем. Хотя бы вот эти пятнадцать. Вдруг мы когда-нибудь за неё там побегаем, чтобы у нас уже было здесь всё. Смотрим дальше. Кровавая чума и пузырьки. Хорошо, но... Вещь-мешок. А где это, собственно, я уже забыл? А, это вот здесь. На семь ячеек можно старый рюкзак, да? Ну, хотя бы, хотя бы на семь. А то мы как-то с вами до этого Елену-то ни разу не включали. Потому что всё время на Квинсе были и переключаться было нельзя, потому что у нас с вами пропадало бы... Пропадал бы тогда квест, да? Хорошо. Ну давайте тогда и Малика тоже. Коль уж пошла такая пьянка. А ну-ка, да и мешочек для начала, друг, мы... А, стоп, мешочек не сюда. А, и мешочек проще через тачку, на самом деле, тогда скинуть. Так, давайте смотреть ещё на базе. Что мы с вами можем построить? Говорят, какую-то крутую оруженнюю, да, можем забабахать. Да, прикольно. Ох ты, жесть. Иди ты. Это всё моё? Это всё моё? Серьёзно? А ну, погодь, а что ещё? Там есть... Сделать меч из арматуры. Острое мачете. Клевец. Друзья, вы знаете, это интересно. Это очень интересно, что у нас всё это есть. Генератор? Да нет, пока не нужно. Прикольная иконочка, кстати, тоже интересно выглядит. Смотрим, что построить можем. Это что такое? Участок складирования. Нам нужно четыре человека, чтобы построить вышку снайпера. Вопрос, нужна ли она, непонятно. Казармы нет. Ферма. Большая, да? За пять. А давайте построим. Если что, мы же всё время сможем разрушить, да, и перестроить. У нас хотя есть что-то подобное. Серхозяйственный комплекс. Еды в день. Вон аж сколько даёт. Ну будет ещё больше еды в день. Еды в день много не бывает. Ну что, Малик, ты готов переодеваться? Ну, в смысле, вооружаться. Погнали, заценим, что там у тебя есть. И что мы тебе можем дать интересного? Что это такое? Винтовка Эхо С2. Чего? Патрон калибра 22. А что такое у тебя, Малик? Это что-то интересное, да? А, интересное и снайперское. Ну, будь, наверное, с ней, скорее всего. Я даже не знаю, на самом деле, что тебе поставить. Но можем тебе вот этот Скар выдать, например. Единственное, что, скорее всего, нужно тебе что-то поинтереснее. Замутить. Лезвие. Расчленение. А здесь? Ну, топор мачете, мне кажется, получше будет. Мне кажется, немножко получше. А может, Малику дробаш взять? Нет, надо что-то с глушителем, скорее всего. А у него? Бесшумность. А, у него и так с глушителем, да, получается. Малик, да ты крутой тип, слушай. Как я посмотрю, да? Давай тебе немножко патрончиков дадим. Все. Ну, что ж, друзья. Я думаю, на этом моменте мы с вами закончим эту серию. И уже в следующей отправимся далее. На разведку на этой карте будем лутать. Будем захватывать аванпосты. У нас с вами подкопилось немножечко влияние. Можем позволить себе взять еще какой-нибудь аванпост с чем-нибудь полезным. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите. Советы, предложения, пожелания. И увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok